про лжепророков и учителей это про священство да нет нет конечно лжепророки кто они такие лжепророки которые христа другого показывают священство кто она священники они принципе идут в каноническом учении до которые стал до некой они его преподносит этим оно есть если вообще преподносит вот лжепророки это те кто приходит с новым мучением и люди всегда были появлялись в гностики допустим знаешь которые говорили о том что и христос не воскрес то есть его распяли все был такой человек чудеса творил вот мусульмане они подчеркнули историю гностической верой вот то что он не воскресал то есть они как говорят что его повесили на кресте это не его повесили какого-то двойника сам христос скрылся где-то в других странах для иудеев соблазна для еленов безумие то что произошло со христом то есть то что он воскрес люди не могут в это поверить буквально вот а на этой почве люди придумают повторяется из века в век просто сегодня умножилось вот это все от гордыни идет человек хочет прославиться вокруг себя собрать каких-то людей учений преподать все не всех тут полно всевозможных они вроде все о христе говорят но там христос который совершенно не соответствует евангельскому учению мне один недавно православный все православным себя называет а он мне пишет можно быть расслабленным телом для спасения это мало что значит да сам факт расслабленного тела не спасает часто даже наоборот человек теряет веру не только в бога и в себя но скорбие болезни особенно тяжкие открывают человеку его внутреннюю суть и указывают вектор спасения попадают в различные вот такие искушения или ситуации с болезнью да он открывается внутри то есть он показывает все свое внутреннее состояние то есть он может здорово вскрывать и от себя даже оправдывать себе вот эти вот всякие там недостатки да и тем более от других успешно это скрывает вся вот эта сущность она наружу вылазит и ты уже просто как в свете знаешь как перед богом перед людьми открываешься так что вот эти вот боли и скорби и болезни они я думаю на сегодня самые спасающие ты понимаешь о чем я говорю да кто такие лжепророки я понял получается мусульмане тогда тоже все их эти тоже уже пророки если они уволят от истины и лжепророки только в христианстве могут быть мусульмане это вообще для нас это язычники понимаешь они для нас мы никак на них обращать внимание то есть это ложь изначально кто о христе не учит тот ложь преподает верить вот а лжепророки это только те кто говорит о христе но не о том христе говорит но это вот я смотрел 9 веров и вот этот христолюб то я вот хотел еще кстати спросить я когда смотрел вот ваше видео он так вроде даже рома сказал что ну достойно можно сказать отвечал разговаривал а тут я посмотрел зашел на канал после вашего видео я увидел что так что он как духовный бомж чтобы рассуждать на эту тему это надо просто два года проследить это я ролик делал для тех кто в теме находится а так что вот ты просто зашел посмотрел ты не поймешь чем делал просто я говорю о том вот об этом христолюбии это кто знает то есть там можно проследить было его падение он был православным изначально называл себя православным а потом он как вот его падение до лжепророков понимаешь это как урок вот ну опять же я бы сталю не для того чтоб там его там я понял как-то очернить или проклинаю ненавижу я его а это как урок посмотрите и откуда рождается вот это все то есть насколько человек может гордостью своей пасть когда себя он зашел на почитает все начинается от гордости от самости от любви к себе есть дух есть плоть душа это не определенный такой одной из качеств человека то есть что это душа как она душа где она душа кто что они рассуждают кто что они говорит они говорят что душа в крови библия правильно но она говорит и животных что душа крови находится мы можем представить что душа находится в крови да вот кто-то говорит что душа вокруг что душа многогранна что она ну как вокруг человека душа на несколько этапов раскладывать ну то есть фантазирует кто как может и вот я мне как-то без разницы как я этот вопрос и это не важно мы иметь то что имеем это духовное евангельское учение о том что есть дух во первых бог есть дух да вот больше мы его никак не знаем и бог сотворил человека по образу своему да и сотворил бог человека по образу своему по образу божию сотворил его то есть что значит сотворил по образу божия это сотворил бог дух если бог и дух значит и человек был духом понимаешь то есть нам нужно определиться с тем что люди были духовными как сейчас мы в таких вот телесах своих грубых человек был духовным и деревья все это духовное было вот и сама земля была духовной но когда адам согрешил слева и господь как написано и сделал господь бог адаму и жене его одежды кожаные и одел их в основном большая часть святых толкует так что одежды кожаные это тела вот эти вот наши одевшись вот эту плоть мы себя стали ощущать уже плоскими людьми милость божья состоялась в том что через наши смертные тела мы можем теперь получать исцеление и вновь стать подобными богу адам с евой узнал что наги попытались исправить эту ошибку и натянули на себя поясание из листьев это образно а милостивый господь устроил все по-своему об этом свидетельском писании почему нам кажется привлекательным вот что вокруг нас находится все вот это да потому что мы сами плоть и нам нравится все вот это полоское оно существует во всем этом и кажется вот жизнь совершенно раньше где-то плену рожали или в рабстве рожали но ребенок рождается он вырастает ему кажется это идеальный мир вот есть такие примеры исторические когда один царевич так возрастал то есть он не видел других людей видел только прислугу бельможи всевозможных он знал что нищета женщины там не знал что привязка к женщине он ел все вкусное такое и когда его вывели он мир этот увидел настоящий мир да он обомлил как это что-то разве возможно так жить вот так и мы живем сейчас по нашей плоти мы другого мира не знаем нам пришел как прекрасно сюда вокруг нас все такое особенно достижение сегодня какие дома какие города какая красота для бога это все пыль вообще то есть у бога как это все ну и учитель у нас такой что мы не от бога сегодня учимся а от лукавого который чему нас учат господь будет будешь трудиться потереть собой есть хлеб свой а сатана противник учит наоборот понимаешь до последних там сто лет мы видим как человек облегчил свой труд настолько что уже и работать некому все для плоти создается вот а бог нам предлагает в евангелии как написано вы не по плоти живите а по духу живите по духу жить это значит не зависит от плоти никак вот сегодня легко зайти там в любую соцсеть да и посмотреть что такое плоские люди радостные казалось бы лица такие там на пляже за столами там люди сидят пирожные всякие конфеты вот чему человек радуется это этому радуется плоть а вот человек подумал ну я не о тебе сейчас говорю я вообще тебе говорю да если бы человек был дух его бы совесть сразу обречила он бы сказал вот я съездил на юг да сто тысяч отвез а за эти сто тысяч я мог бы там многодетной семье ну оказать огромную услугу допустим а счастливить многих людей я бы ничего не потерял бы в конце концов но счастье принес то есть так рассуждает духовный человек то есть дух ему который живет в нем дух божий не позволил бы совершить вот такое я мог бы спасти еще больше я мог бы спасти еще я не знаю если бы я я мог бы спасти еще тысяча сто человек живы благодаря вам посмотрите на них я промотал столько денег если бы ты если бы ты знал как много я потратил я бы мог спасти но благодаря вам у них появятся новые поколения я сделал так мало нет очень много машина зачем она мне а ведь это жизнь жизнь десяти человек я бы ее купил этот значок он взял бы его тут две жизни потому что это золото чистое золото он бы купил его а я бы спас человека хотя бы одного человеческую жизнь спасти за это я еще одну еще одну я смог бы спасти но я не спас не спас не спас не спас человек человек это дух божий человек уже не слышит и не распознает его то есть не то что не распознает он не дает место для существования внутри себя духу божьим то есть он не пускает его он закрывается да ты чего да у меня вот другие у меня другие планы вот а человек духовный он даже если малейшего него против совести пошел он молится уже господи сердце чисто садишь ибо мне дух прав обнови во мне понимаешь он он жаждет вот этого состояния чистого чтобы в нем жил дух божий а дух божий он только призывает вот творение вот этих дел духовных и радуется он только по духу а не по плоти такая радость она знаешь такая ну я думаю ты знаешь она такая скромная да тихая но она утоляющая то есть радость по плоти она знаешь поржали там повеселились все на следующий день обязательно получаешь какое-то противоположное ощущение полоса белая полоса черная вот а по духу она радость она такая во все время даже когда неприятность приходит все равно по духу такое состояние тут в этом надо строго определиться а как упражняться в этом именно просто заставлять как-то думать или молитвами или молитвами как Игнать Дихонович я сегодня смотрел он оказывается это такой молитвенник я вот сколько роликов не пересмотрел но немного сегодня увидел он рассказывал там парню с девушкой в пятнадцатом году еще как он молится молитва это одно из даров Духа Святого если не дано от Бога быть молитвенником ты никогда им не станешь нужно умолять Бога чтобы дал Духа Святого утешитель это дух истины то есть он научит на всякую истину Господь говорит если он поселится вас то он научит а научает он чему всякой правде если ты человек духовный ты уже не сможешь поступать по миру все мирское для тебя мир ну то есть это ну ты не сможешь просто ну а как это какой то я просто сейчас на таком разломе что мне кажется либо пан либо пропал все то есть руби с плеча там начиная с мелочей оканчивая там бородой там я не знаю и ну либо как то сегодня вроде бы день прошел такой ну знаешь добрые дела сделал там помог кому-то а завтра и вот какая то такая как ты сказал черно-белая полоса надо сначала сделать из себя виталище Духа Святого чтобы не было уже вопросов живет он мне или не живет рожден я или не рожден то есть как Господь говорит когда он просит сердца наши отворить да он говорит селюсь и буду вечерять то есть о чем говорит это уже вечерить ну не то что там чай с бубликами чай с бубликами пить а уже будет он ну как бы жить он уже показывает на то что и днем и ночью я Дух Божий будет находиться с тобой Господь в любое время ты просыпаешься то есть в любое время дня и ночью ночью просыпаешься там в любое время чтобы глаза открыл все развяз в путь ты кроме Господа ничего не видишь Господи слава тебе Господи или Господи что ну я просыпаюсь как правило от болезни да то есть человек если просыпается от боли он все кидается уже понимаешь боль застит ему и ум и глаза если он ничего не видит вот а тут раз ум сразу обращается к Богу то есть если боль сильный единственный выход видишь только к Богу а он говорит Господь что ну жаждущий труждающий себя примененно и успокоит тебя вот в любом вопросе в таком с любой там проблемой своей сразу к Богу бежишь и все и вопросы разрешаются то есть обращаешься не то что там где-то искать Бога да так падают на колени в трудные ситуации такой ты о Господи если ты есть услышь меня а рожденным и не надо говорить такое услышь меня если ты есть он четко знает что Господь есть и он обращается к нему у меня сомнений уже нет у меня раньше был такой бардак что так а вдруг что а вдруг и нету ничего вот как с тобой познакомился и все пропало ну я не знаю как это объяснить на людей не надо смотреть потому что сейчас ну это во многом среди женщин они вот ищут какой-то опять же ну это природа женская она ищет мужчину на котором можно спрятаться да или найти вот для такого мужчину от которого от которого можно научиться чему-то потому что она по природе от Бога создана такая она половина женская то есть она всегда ищет вот этого мужского мужской крепости природа да вот а вся крепость она в Боге только женщина видишь она через мужчину познает Бога а мужчина напрямую познает Бога вот если женщина одна ей очень тяжело самой обращаться к Богу узнать Бога это я тоже на днях понял она на меня смотрит и мне иногда кажется что ну как я как ее веду что ли она мне даже иногда говорит а что ты бороду бреешь ты скоплишь ты что до сих пор давай-ка расти все зачем тебе это украшение всякие тут стрижки брить его она уже даже но ей я думал что может ей неприятно что я такой лохматый буду ходить нет прости она говорит мне какая разница ты христианин или нет понимаешь хотя человек не крещен ну и к этому опять же надо самому подготовиться потому что когда в большинстве своем 90 процентов кто решается на это они отпадают очень быстро да то есть он вроде бы подготовился вроде готов ну я сейчас пойду напропалую понимаешь а когда встречается реально потом жизненными ситуациями то есть на работе начинают там позорить его все такое человек просто не выдерживает вот этого испытания вот надо сначала внутренне подготовить себя к этому всему потому что от падения от бога вот этим понимаешь это это не то что там дурное пример братьям христианам показываешь себя с дурной стороны но и перед богом ты просто испытания оказывается не выдерживаешь то есть господь дает тебе и ты не то что сам там выпрашиваешь а наоборот говоришь богу да я тебе сейчас господи захожу свою любовь да раз пошел на на этот шаг и бак и провалился господь говорит ну ну опять же ты меня не любишь и все и через эту горду можно и от бога то отпасть вообще поэтому каждый вот этот шаг надо четко правда духовно просто ощущать готов ли я то есть для начала начинать можно с малого там с еды и с одежды вопрос почему церквях не разбирают писание не наборит порядок это сознательно делают или это какой-то вот вот у меня вот этот вопрос вообще давно болит прямо сознательно это все делают или кто ты из сверхушки чтобы разрушить православие или это просто какая-то пауза что ли развитие церкви масонский проект это масоны все делают евреи делали с нашей церковью сотворили то есть если в церкви православие появляется какой-то такой деятель можно сказать успешный в делах своих человек духовный вот то есть его или под свое хермо склоняют они делают таким как он вот а если соглашаются они его просто выгоняют и все поэтому образовалась такая каста определенная которая на свою шкуру держится дорожат и людей не учат они учат в том что бездарные они бездарные они не могут проповеди говорит не могут зажечь людей ну и опять же не обо всех конечно если вот ты мне прислал вот это вот протеерей какой-то да видно батюшка от духа он говорит да я еще присылал тут еще один батюшка и нашел такой съедолаз про про ложь вот эту вот как это про лесть Путина то что он прям правду сказал что такая лесть что он говорит одно на самом деле дело другое получается такой обман дичайший тоже анекдот за окошком дождь и град это Путин виноват кошка бросила котят тоже Путин виноват зайку бросила хозяйка кто виновен угадай-ка вот кончается доска у несчастного бычка наша Таня громко плачет рядом Путин не иначе кто вчера в моем подъезде лифт засал до потолка мне товарищи поверьте это Путина рука бомж поймал по пьяне белку это Путина проделки куча под окном дерьма это Путина вина засорился унитаз явно Путина проказ накидал туда бычков воду слил и был таков по ночам белье ворует стекла в нашем доме бьет пьяный во дворе танцует этот Путин обормот нет спасения злодея матом пишет на стенах изломал кусты в аллее этот Путин ох и ах прибирала дождик мочит Путин весело хохочет затопила вашу дачу это Путин не иначе вас гроза в пути застала то рука Кремля достала холод ветер снегопад снова Путин виноват сносит крышу ураганом это Путин мстит бараном шторм цунами наводнение это Путин без сомнения ливень оползень циклон виноват конечно он сель лавина камнепад ясно Путин виноват смерч тайфун землетрясение нет от Путина спасение в чем оклюнула ворона это юный друг Амона видишь этого шмеля он на службе у Кремля свет погас упал забор авто заглох мотор зуб здоровый ударили или залез в квартиру вор не понравилось кино наступили вы в говно у любого катаклизма объяснение одно знает каждый демократ это Путин виноват Путин это это один человек понимаешь на него нельзя списывать этот человек находится можно сказать в такой же тюрьме он делает все возможное что от него зависит во первых как написано начальствующих не злословь да то есть о них можно только молиться и опять же духовные люди говорят о том что это удерживающий на сегодня мире дух удерживающий есть удерживающий из людей кто сегодня для сатаны как камень преткновения то есть сатана не может совершить как написано пока не будет взят от среды удерживающий я тебе говорю как только Путина не будет как только Путин убьют или умрет все на земле начнется катастрофа крупнейшая потому что он для всех преткновения такого в мире никогда не было чтобы один один вот такой политик можно сказать чтобы вот так ну я не знаю многие завидуют ему с завистью вот посмотри там на съездах на каких-то как слушают его внимательно потому что каждое его слово несет какой-то подоплеку человек пустого не говорит да и для них они уже спутные умом вот эти западные управители все они настолько уже одебелили 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 как это правильно сказать одебелили вот они на него смотрят как я не знаю как на какого-то они его и любят и боятся такое ощущение прямо они уважают его вот да подобрал слово внутреннее внутренняя сила какая-то есть как сейчас говорят стержень какой-то в человеке а вот это вот правильно он а что он сделает ты сам подумай ну такая мразь вокруг него существует то есть люди действительно живущие для себя для своего для своего я для своего эго существующие что ты сможешь сделать с ними ну как что вот допустим я сейчас смотрю фильм раскол сериал вот это где там царевич начал реформы вместе с никоном проводить тот 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 он такой ревнитель был почему он он же понимает что истина в церкви те странные вещи демократические его настрой а тогда монаршество это управление одним человеком страной он назывался царь подписывался всегда хозяин земли русской это один хозяин то что он сказал так и будет слово путина оно ничего не значит оно должно пройти через президиум через депутатов через чтобы подтвердили каждое слово путина царь это монарх а это демократия демократия это власть народа я знаешь когда поверил путина уже окончательно у меня есть в инстаграме группа поддержку президента вот и там ну там немного там 300 подписчиков или 200 и я просто убедился в том что ну вот ты мне тогда сказал когда тебя начнут злословить и то есть на правильном пути я понял что люди которые пишут комментарии это просто то ли это не люди то ли просто бесноватые они такие гадости пошлости пишут причем они не подписываются они просто заходят фотографию видят заходят туда и начинают писать гадости про него именно прямо его чернят саму личность не просто как президент а как человека гадости такие самые скудные прям и очень много и очень мало те которые его прям любят но есть люди все равно отношение такое не должно быть любить или не любить вот господь будет по плодам узнаете их нам что его любить путина без любовь это такая она вещь знаешь сильно люблю не люблю путин там не путин он мне все равно когда его что там с ним сотворят он во-первых человек неверующий я на него смотрю как на инструмент божий то есть я вижу что это камень преткновения для начала сегодня беспредела сатанинства в мире то есть когда этот камень не уберут будут проблемы большие серьезные начнется война третьей мировой вот поэтому я говорю надо молиться на него а с этими бесноватыми все кто орут там на него и убеждать их бесполезно потому что дух совершенно другой христианин он в боге ходит для него вот это вот мирское устроение да и какая мне разница что там что там они и Путины там или и Брежневы или Сталины какие-то зачем а зачем оно мне нужно у меня одна цель царствия небесного достичь а с этими мыслями понимаешь когда ты от бога отходишь а вот эти рассуждения несовершенны не во Христе потому что они к спорам приводят там приходят с людьми мира общаться это все для душевного человека плод же духа это любовь радость мир долготерпение вот это вот все достигать нужно по духу мира и там только расприятнее вот это вот все злословие вот этот дух понимаешь ну поэтому и написано различайте духов еще вот про то что я говорил ты говоришь что время забирает забирает время капитально невозможно ничего делать просто как Игнат Тихонов говорит христианин должен быть свободным да я свободный по отношению к другу он работает на работе с восьми до восьми подожди подожди ты не путай как это свободным христианин должен быть свободным внутри в сердце своем ты должен быть свободным я про это и говорю а работу все равно она забирает ну ты как как робот просто я вот свободный в бизнесе я могу пойти на работу но послушай послушай в любом деле бизнес я лежу от боли изнемогаю понимаешь но я внутри свободный совершенно вот так же и в работе в любой работе ты можешь абсолютно в любых делах быть свободным внутренне дать Богу место и все это если так понимать а я тебе про время говорю например чтобы изучать писание я вот у меня вот библия появилась и полная Верхний Завет Новый Завет все опять для этого тысяча вариантов сегодня скачиваешь Евангелие на на плеер или в телефон и через наушники слушаешь его и изучаешь так это очень тяжело у меня телефон работа такая что я постоянно в телефоне постоянно звонки постоянно смс куда-то что-то ехать у меня уже я вот поехал для Евангелия много не надо времени для Евангелия полчаса в день нужно в принципе да это я оправдываюсь конечно оправдываешь и просто у тебя жажды нету по слову да и все когда есть жажда человек каждую минуту выделяет для этого он ищет он всегда находит способы знать а как нету у меня вон столько всего желание то есть а жажда нет господь говорит кто жаждет иди и пей вот а если не жаждешь что тогда пить если ты напоен внутреннего человека надо выгнать из себя определиться кто ты плод или дух ну вот тут невозможно вот так вот я с людьми по духу стараюсь то есть я никого не обманываю я я себе не это не грибу а дома там в еде сплю много допустим ем много мысли мысли вот своим ну допустим пришла в голову плодная мысль развиваешь ты ее внутри себя подумай над этим мысли тебя увлекают бывает что да а так я стараюсь разрубать все а вот картинка допустим в интернете там задница какая-нибудь раз попадается смотришь на нее сколько ты секунд посчитай на нее смотришь ну у меня бывает такое прям что я я прям злюсь прям от этого мысль какая-то как ты и сказал а бывает что уже настолько там устаешь или не знаю как-то в суете дня бывает что раз забудешься там даже матом то есть то там то там это уже ты же знаешь кто такие теплоокладные люди Господь извергает он Бревотина их называет то есть если бы был ты холоден или горячим то тогда станели горячим совсем или совсем холодным но все равно же рано или поздно человек определяется основная масса людей так и живут вот сегодня православными кто себя называет православными они так до конца дней живут а на сегодня идет косынку одевает молится на коленках со слезами завтра блудит идет так и живут же люди это считают нормой согрешил покаялся согрешил покаялся ничего бог пришел на землю для чего для чего вот он пришел на землю как ты думаешь до спасения людей до спасения людей ну понятно но это вопрос такой ответ обширный ты вот ну так поконкретней ну покаясь конкретнее указать путь по которому нужно идти а в чем он заключал заключался писали евангелие святая весть в смысле в чем не понимаю ну в чем в чем конкретно ты от него чему учишься от христа чему ты научился ну мы когда видим вот с человеком встречаемся там вот у этого я терпения научился да вот у этого я научился вот у меня отец он допустим у него он как немец знаешь такой у него должно быть все в порядке все по полочкам все на месте там все в минуту в минуту там вот это я от него взял допустим это вот мой отец а от христа чем чему я научился или чему он научился ты чему научился ух такой вопрос ну чему ничему можно сказать не научился я не знаю как ну как если прямо разбирать каждый вопрос то можно сказать что ничему любить людей так ну я люблю людей я я добрый человек может могу сказать а чему еще смирению нет я не смиренный человек он говорит научитесь от меня на первую очередь это жить не по плоти а по духу по духу то есть отвернуться плоти выбросить из своей жизни все то что мешает жить по духу ну ты знаешь как бы наверное видимо молитву все равно я вот только недавно жене объяснял говорю она говорит как мне креститься я говорю ну ты же не хочешь у тебя же нет жажды крещения у тебя он работает с 5 числа у тебя на работу выходишь какое крещение то есть я говорю надо молиться просить научиться хотя бы хотя бы сходи в церковь пошли в воскресенье поставим службу хотя бы просто приучайся медленным путем медленным маленькими шажачками вместе пошагаем вопрос вопрос в том куда вы шагаете вместе когда слепой слепого видит оба упадут в яму вот опять же на этот ты вот так я духовно представляю сейчас картину такую да приехать на жену свою обнаженную в меру показать ты понимаешь это такое сокровение которое ты должен только один ее формы видеть ее красоту убивали тут же на месте если кто-то увидел ее вид мужчин а сегодня мужья ведут своих жен показывать их прелести ну вот и проблема в том что я не могу я сам душевный человек а я и пытаюсь что-то там вот в инстаграме фотографии вот эту нельзя а это нельзя я смотрю потом на себя заткнись вообще думаю сидим лучше вот внутри то то есть ну все равно я ей много много полезного и крестимся потихоньку она идет и я иду она видит как я иду как я мучаюсь и это все ну выбор путь то виден все равно ей она вообще об этом ничего не знала вообще 0 я же не говорю что ты молодец конечно ты ищешь находишься в поиске в таком это правиле кто-то вот так вот как тот парень допустим быстро резко как Игнатий Тихонович вот как-то так но это другой вопрос а вот но у меня я все равно ощущаю путь то этот я понимаешь из того прежнего которым я которым я раньше был вообще другой человек вообще даже в Турцию поехали понимаешь я отключился от этой жизни полностью я начал кушать там очень хорошо и на второй день я так отравился что я чуть не помню там 38 температур я лежал я замерз в Турции так как зимой в России не мерз понимаешь даже тут проучил все и я это вижу что это не просто так раньше я думал ну отравился ну и все ну бывает а сейчас я понимаю что он со мной разговаривает что он меня ведет что он мне в каких-то мелочах показывает что уже прежним не становишься когда вот это происходит когда ты общаешься живьем общаешься а как насчет Капранова Игоря ты не общался с ним как он ну вот ты смотрел в интернете я смотрел я в интернете ты его часто не смотрел я не знаю как ролик смотрел ваш последний ну и посмотри и все увидишь о нем у него язык подвешенный говорить он может а плоды опять же татуировки вот прическа вот это вот ну вот как сейчас модно знаешь вот такие вот прически представляю себе вот он прежде выйти чем мы из дома он как минимум полчаса перед зеркалом прическу наводит это один вот этот признак то есть он обо всем говорит вроде бы так тоже понимал когда вы ему объясняли да ты же очевидно да он не принял это люди духа друг другого духа не знаете господь ведь не знаете какого духа когда дух божий он живет не по плоти а по духу для него вот это вот плосковисть вот это вот но он не приемлем просто он противится этому вот если молишь и ты принимаешь от мира вот галстук там нацепить прическу навести какую-то вот это вот это уже значит тебе дух мира работает а если он к тебе работает он и дальше значит тебе какая-то не к тебе я говорю а к человеке значит есть какая-то гниль какой-то грех не раскаянный да он себе что-то значит допускает вот и оправдывает свой грех но у меня есть грехи которые не раскаянные я знаю да но я их не не лили они меня очень сильно так сказать не раздражают раздражают и хотя я уже начинаю разговаривать с этим что я не понимаю сам себя что как можно вообще материться иногда даже но я сразу же пресекаю конечно вот брат позвонил тут начал ну ругаться ругаться прямо специально мне говорит гадости я уже написал из писания прислал давай вместе не будем давай пресекать через день опять мат потом я забыл кому-то что сказал ну ладно я хоть понимаю я пресекаю я себе говорю что все те люди вот брат допустим он вроде как говорит что давай да 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 будем я тоже хотел избавиться от этого не от греха избавиться от привычки какой он родной или двоюродный брат то есть я потом это понял что он от привычки пытается избавиться а не от греха он вообще ничего не дает человек при одной избавляется привычки а другой привыкает у меня вот сестра двоюродная вот я до того как сам уверовал по-настоящему ну как глаза поразул когда я ее считал прямо знаешь такую она в платке ходит постоянно в платке никогда не снимает плоток правильно завязан юбка до пяток ну то есть она вообще абсолютно православная молится в хоре поет но вот сейчас я понимаю мы с ней разговаривали ехал в машине я говорю про мощи про вот это все то что сам узнал вот я думаю что это вот так вот она мне сказал ты меня не пугай вероступник ты то есть я понял что то вообще ничего нет вообще она она говорит я писание это не читала я говорю как ты тогда в церковь ты ходишь ты церковный человек говорит как это писание то и желание нету да нет есть надо бы просто вот сделать вот все я и все прошлое свое вспомнила вот это бегать не думал как далеко все и родная сестра у меня ходит помнишь батюшку то я присылаю Августин это это наш городецкий он сейчас по-моему этот и епископ городецкий стал Я тебе про него и говорил, что хороший батяшка. Все на Государственной Думы, Советы Федерации, руководители муниципальных образований, губернаторы пришли. На самом деле, я общаюсь с ними, вижу, они не понимают ничего. Они не понимают. Да, они молятся, исповедуются, стоят на богослужениях, причащаются. Они не понимают вот этой сущности христианства. И, кстати, они отделились почему-то, я так не углублялся, но они отделились от Костромской епархии, что ли. Какие-то вопросы были, почему-то отсоединились. Наверное, может, из-за бардака дать. Вот он как раз на вермом пути по Христу видно идет. Если он так о мире говорит, значит, он так и живет. Ну, я не знаю, судить о том, как он живет, я-то не знаю. Если он еще и живет так, то он святой тогда. Ну, не знаю, он, видишь, он в Америку ездит, там, везде-везде, он такой, он книги пишет, очень много книг у него, то есть. Ну, я же, все же то же самое, как в обычных церквях. Если бы он жил бы так бы, как и Игнатихныч, как и его брат там в церкви, тогда может быть. Хотя... Игнатихныч, равняться не надо, это вот как раз и есть, еродивый, понимаешь. На него равняться, это дар от Бога. Такой дар дается один на миллион. Он зажигалка. А я тебе говорю, о чем жизнь такая, если он действительно делает, о чем говорит, то есть по миру, он не живет по миру. Ну, я все вот это, я потому что хочу переехать в Городец, жить туда к нам, там, где в Городец. Ну, ты переезжай, если есть возможность, я, конечно, переезжай. Ты опять же, видишь, как думают, у меня сейчас тут бизнес только начался. Я, кстати, вот так получилось, что... Ну, про то, что путь-то какой. Я машину продал, вот сейчас, вчера продал машину свою, в кавычках, любимую. То есть, я ее покупал, это была моя тогда еще мечта, а сейчас уже для меня это все так. Ну, я понимаю, что продал, есть машина, нет машины, без разницы. То есть, а вот я эти деньги сейчас все вкладываю в бизнес, хочу развить, чтобы все это работало, можно сказать, без меня. То есть, я мог уехать. Сам определяй критерии спасения. Спасешься ли ты, чувствуешь, насколько затягивает тебя, если действительно затягивает, то уезжать надо. Если ты способен жить во Христе, то, пожалуйста, живи. Я вот поначалу, когда только заработал денег, мне казалось, что, блин, машину купить, купил машину, телефон, там все. То есть, из нищеты, можно сказать, раз, там появился миллион один рублей, заработал. Но я быстро все профукал на это все, на эту пыль. Это вот, когда только я переехал. А сейчас у меня наоборот такая волна, что мне уже все, ничего не надо. Телефоны тоже до последнего храняю. Ну, конечно, не совсем, но нету такой жажды к чему-то прям такому. У нас одна жажда, царство небесное. На цели. Представить себе невозможно. О чем даже и размышлять, и думать страшно. А Господь предлагает любому, любишь меня, получай. Это как протопа по вакууму, да? Как он получал, я сейчас смотрю, это же вообще... И до конца он, и он не боится ничего. Идет, идет, идет. Вот это, да, вот это, батюшка. Дар от Бога. Это все не от человека. Мы когда вот смотрим на таких людей, то всегда надо Бога в них находить. Стремиться к этому невозможно. Достичь этого невозможно, если не будет дано от Господа. Это можно просить у Бога. Ревность, вот дай мне, Господи, ревность поверить, да? А Господь скажет, а зачем тебе? Может, у тебя совершенно другое предназначение. Может быть, ты, наоборот, кротостью своей будешь проповедовать. Вот и Господь дает уже с избытком, вот дар одаривает. То есть у него предрасположенности от рождения были такие, да? И он начал в себе умножать и молиться об этом даре. И Господь дает с избытком. Все это дары, все дары нашего. Ничего в нас нету, кроме грека. У меня друг, вот брат тоже пробовал, ну, не родной, а... Вот он тоже курить бросил. Жена у него появилась наконец-то. Сергея-то, который говорил, который ипотеку-то хотел взять. Меняется человек вообще. Вот мы с ним как-то, ему 42 года или 43, мне 29. И мы с ним как-то вот на дно волне, понимаешь, вот как с тобой легко. Как христианин видит христианину, я не знаю. Он так меня любит, и я не понимаю, почему, как я его так люблю. Мы с ним никогда не ругались, ни разу не ругались. Совсем переругались на стройке, когда работали, с ним никогда. Все о Боге мы с ним, всегда о Боге. И мы встречаемся, только ничего другого нету. Ну, невозможно о чем-то другом поговорить. Он мне подарил писание. Знаешь, так и целая история писания. Она лежала у него там, наверное, с месяца. Я не мог никак заехать. Я то в Турцию уехал, то в Нижнем ехал, то не смог заехать. Это как это, то есть, какой шаг? Он говорит, заберешь книгу-то или нет? Ну, а он сам и читает, да? Читает он, если и читает. Ну, он сейчас вот на каком-то таком, наверное, может быть, только у него жена появилась. Почитайте и побольше друг с другом рассуждайте в слое. Да, он говорит, давай, почитай, и потом посозванимся, разберем. А вот здесь сейчас я забрал. А у него точно такая же. То есть, это, тут написано, патриарх Алексей еще. Всея Руси Алексей Второй благословлял. И вот мы сейчас с ним начнем это изучение вдвоем. То есть, и я буду тебе звонить, если, ну, добро даже. И будем, может быть, даже я постараюсь его подключить, чтобы втроем, если что-то мы не будем, где-то уже наткнемся. Втроем свяжемся, можно так сделать будет? Ну, почему нельзя, конечно. Если Господь благословит, то можем все. Так и не то, что можно, так и нужно делать. Это же Господь, как говорит, где двое или трое собраны во имя Мое, там я последний. Понимаешь, когда ты один, это одно. Вот, но когда собираются христиане, это совершенно другое. Итак, отложи всякую злобу, и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие. Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Ибо вы вкусили, что благ Господь.